здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут афанасьев андрей юрьевич я магистран второго года обучения института международных отношений казанского федерального университета тема моей лекции это профессиональная политика российских государей в отношении нерусских народов среднего поможья на примере чувашского народа 18 19 веках начать хотелось бы с того что российская империя собственно как и российская федерация несомненно являлась многонациональным государством на ее территории проживало порядка более 100 различных народностей национальности из каждым из этих народов российское правительство выстраиваю собственный диалог и одним из таких народов несомненно был чувашский народ он проживал на территории российского государства с середины 16 века с момента присоединения казанского ханства чуваши это тюркоязычный народ первоначально они были язычниками но на протяжении всего существования российской империи они постепенно постепенно принимали христианство идет как раз о том как они принимали христианство как они взаимодействовали с российским правительством мы сегодня с вами и поговорим ну конечно же прежде чем говорить о любой проблеме несомненно упомянуть людей которые занимались до нашего времени этой же темой говоря о дореволюционной историографии дореволюционных исследователях стоит во первых увинуть нашего известного историка отечественного афанасия прокопича щапова который кстати неразрывно связан с историей казанского университета преподавал здесь относительно недолгое время но впоследствии был уволен отсюда что чем же как раз таки фанасий прокопича пов известен данной проблематике тем что он написал одну из первых работ по христианизации нерусского населения среднего положья именно работу о новокрещенской конторе в этой работе он постарался более менее показать светские причины этой же христианизации нерусских народов показать то как сами государь и были заинтересованы в них и в целом работы по сей день носят довольно таки актуальный характер для исследователей противоположный же по характеру работы стоит считать исследование ефима ефиме александровича малого он был преподавателем казанской духовной академии один из таких популярнейших известнейших священников для казанской кубернии во второй половине 19 начале 20 века его некоторые работы также были посвящены христианизации да и сам он занимался данной проблематикой в реальности частности известность теографии так называемая система малого о том ее значение как бы заключается в том что инородцы должны принимать православие путем разговоров непосредственно со священником то священник на родном для инородцев языке должен объяснять им истинный православие как раз эти работы более-менее посвящены у ефиме александрович малого именно этой проблеме также конечно стоит упомянуть и николай алексеевича фирсова также не менее известного профессора казанского университета который тоже долгое время здесь преподавал был даже проректором нашего университета это же один из таких ведущих российских историков непосредственно занимался истории региона на котором он проживал а именно среднего поволжья у него есть довольно таки обширная монография это инородческое население среднего поволжья начиная примерно с 1552 года до современности то есть до того момента когда жил николай алексеевич тоже довольно актуальная работа и полноценная в ней указано огромное количество источников по нашей проблеме ну и наконец стоит упомянуть николай васильевич никольского тоже одна из выдающихся личностей в истории чувашского народа до 1 чувашский профессор он также работал долгое время в казани и у него есть несколько работ посвященных распространению христианства и православия среди именно чувашского населения то есть непосредственно той темы которой мы и занимаемся советское же время у нас связано с изменением различных исторических воззрений на нашу проблему конечно же с чем это связано советское время у нас связано с тотальной антирелигиозной политикой а распространение христианства среди чувашского народа и взаимоотношения как раз таки правительство с этим чувашским народом было тоже довольно таки напряженной темой связано во многом с религией заниматься этой темой было так сказать не очень таки и удобно в советское время поэтому первой половине 20 века в советское время от этой темы как-то открещивались и практически не занимались постепенно ситуация меняется в 1950-х годах когда практически во всех союзных республиках выходят такие полноценные энциклопедии ты истории тех или иных национальных республик частности вышел 50 50-х годах и история чувашская сср история татарская сср и в этих историях конечно же обойти тему христианизации было невозможно вот один из как раз таки главных редакторов истории чувашской сср это историк кузнецов тоже один известнейших историков медиевистов в чувашской историографии постепенно постепенно тоже начал заниматься христианизации но опять же оценка результатов этой христианизации также самого процесса христианизации было не совсем объективно это было связано с тем что вообще взаимоотношения правительство с нерусскими народами на тот момент оценивались с негативной стороны будто бы правительство как-то давила и специально совершала такие плохие и злые вещи в отношении русских народов в том числе и насильственно христианизировал причем только насильственно то есть фактов добровольные мирной христианизации в этой историографии мы не найдем ну вот как раз таки таким характером такими настроениями наполнена была эта история чувашская сср практически такое же по характеру вышла и работа петра владимировича денисова также известного чувашского историка его работа религиозные верования чуваш тоже целиком полностью связан с нашей темой в них в точнее в этой работе он отразил различные факты проявления как раз таки этой христианизации причем не только насильственного постепенно постепенно также указывает добровольные и также что довольно таки важно он упомянул некоторые проявления так называемого народного чувашского православия чуть позже мы тоже об этом поговорим в постсоветское время христианизации и вообще вот это имперской политикой в отношении чувашского народа стали уже заниматься более активно конечно же стоит упомянуть одного из мастодонтов таких патриархов чувашской историографии это василий димитриевич димитриев он то он также по своему направлению был медиевистом занимался историей средневековой чуваши но также у него не есть несколько работов и его христи несколько работа христианизации что касается антона кириллыча салмина ныне здравствующий как раз таки исследователь историк у него огромное количество различных этнографических работ также совсем недавно у него вышла работа посвященная различным обрядам верованиям чувашского народа и в них мы также можем найти проявление этого чувашского народного православия одного из главных результатов политики христианизации лев архипович ефимов тоже один известнейших историков до сих пор ведет активную исследовательскую деятельность чуваксарах и на территории чувашей его работы уже были посвящены имперской политики в девятнадцатом веке в конце девятнадцатого века в частности чувашской педагогической интеллигенции это тоже один из главных результатов взаимоотношения российского правительства с чувашским народом но уже как раз таки поздний имперский период и на мой взгляд это один из самых интереснейших фактов которые отмечают это интерес не только я но и другие исследователи это то что проблемы христианизации чувашского народа вообще истории чувашского народа занимаются не только наши отечественные исследователи но и зарубежные частности швейцарские ученые андреас капеля написал конце 2010-х годов довольно таки обширную монографию она называется чуваши народ тени истории в этой монографии он провел как раз таки вот историческую линию с самого момента образования чертского народа вплоть до современности и конечно же там упомянул и христианизацию который также у него носила оценка так сказать этого явления носила довольно таки объективный характер ну и любое исследование у нас связано не только с историографии но конечно же и источниковым корпусом для начала хотелось бы отметить что главным одним из главнейших вообще источников для разработки данной проблематики являли являются это полное собрание законов российской империи а также сборник постановлений по министерству народного просвещения эти два источника конечно источниками их назвать нельзя это скорее всего корпусы источников потому что полном собрании законов нас стоит из нескольких томов сборник постановлений нас тоже стоит из нескольких томов в них представлены различные законодательные акты эти законодательные акты они ярко показывают как государство относится к тем или иным нерусским народом, в том числе, конечно же, и чувашскому народу, потому что это, по сути дела, волеизъявление правительства по тому или иному вопросу. Другим не менее важным источником, корпусом, точнее, источников являются источники личного происхождения, это, конечно же, мемуары, ну и нельзя упомянуть мемуары Ивана Яковлевича Яковлева, это главный чувашский просветитель, создатель нового чувашского алфавита, которым народ пользуется и по сей день. Примерно к конце своей жизни, уже будучи преклонным возрасте, он занимается написанием своих мемуаров, это примерно 1920-е годы, назвал он их «Моя жизнь», в этой работе он полностью писал свою биографию, начиная с юных лет, именно в юных годах мы можем тоже найти проявление этого народного православия, впоследствии он также указывал, как он создавал этот непосредственно чувашский алфавит, как зарождалась чувашская интеллигенция, что тоже являются важными сведениями для проведения нашей работы. И тоже один из самых таких интереснейших источников по нашей проблеме, несомненно, является фольклор, что тоже довольно-таки для некоторых, наверное, будет удивительно. Именно в сказках, в чувашских народных сказках, мы можем тоже найти следы вот этой христианизации. Ну, и обозначив, конечно же, как раз-таки историографию, источники, мы можем перейти к рассмотрению нашей проблемы. Как я уже сказал, чуваши появились на территории российского государства в середине 16 века, а именно в 1551 году, в ходе очередных казанских походов Ивана IV, Ивана Грозного, как его народе как раз-таки именуют, на Казанское ханство. Он стремился присоединить данную территорию к своему государству и, естественно, проходил через земли чуваши, потому что чуваши исторически проживали на правом берегу Волги, на горной стороне, как ее тогда называли. Это современная территория Чувашской республики, части Мариел, южная часть Мариел, и также западные части республики Татарстан и северные части, примерно, Ульяновской области, северные районы. В 1551 году чувашские представители приходят в ставку Ивана IV и говорят, что они соглашаются и просят его добровольно принять чувашский народ и чувашские земли в состав российского государства, на что Ивана IV охотно, конечно же, соглашается. 2 октября 1552 года Казань все-таки пала, Казанское ханство становится отныне частью, территория Казанская ханства становится частью российского государства и, в том числе, и, конечно, проживающей на данной территории чувашский народ. Несомненно, нужно было нести, так сказать, мирную составляющую в этот край, потому что как татарское население, так и черемисское, черемисы это марийцы, негативно высказывалось в отношении этого присоединения. На протяжении всех 1550-х годов шли еще так называемые черемисские войны. Все-таки татары стремились сохранить собственную независимость от московского государства, и поэтому нужно было как-то урегулировать ситуацию на данной территории. В связи с чем Иван IV стремится сразу же поставить, так сказать, свой форпост на данной территории. Он учреждает на территории Казанского ханства так называемую Казанскую епархию. В 1555 году это происходит. Первым архиепископом в данной епархии становится святитель Гурий. На этом изображении вы можете видеть икону второй половины 19 века. И святой Гурий, он будет еще связан чуть позднее с политикой христианизации в 19 веке. Конечно же, не сам. Будет создано братство святителя Гурия, но чуть позже мы тоже про это поговорим. В 1555 году, как я уже сказал, да, учреждается епархия. Но что интересно, когда Гурий переезжает в Казань, Иван IV вместе с ним отправляет так называемую наказную грамоту. В ней он, конечно же, обозначает основные задачи для Гурия. Говорит, что необходимо распространять идеи православия на данной территории, но распространение должно носить мирный характер. То есть Гурий и другие священники должны приглашать к себе нерусские народы, тех же самых татар, черемис, морду, чуваший, к себе домой и приглашать их за стол и в ходе каких-либо застолий, угощений рассказывать им о сути православия. Конечно, непонятно, каким образом священники должны были делать, не зная этого языка, того же самого татарского или черемисского, но все равно Гури получил данную наказанную грамоту и переезжает он в Казань, начинает здесь свою службу. Главным центром распространения христианства на данной территории становится остров Град Свияжск, который был образован еще в середине 1500... в начале, точнее, 1550-х годов, в конце 40-х, как форпост для дальнейшего захвата Казани. Там образуются первые святыни, в частности, монастыри, и они становятся главным центром распространения православия на данной территории. Активно Гури в этом деле помогают его сподвижники, это святители Варсонофии и Герман, которые также сыграли свое значительное распространение православия на данной территории. И, по сути дела, такая же политика, более-менее мирная, продолжалась на протяжении всего... на протяжении всей второй половины XVI века. В конце XVI века в главе страны у нас приходит как раз-таки в власти Федора Ивановича, сын Ивана IV. Он был такой очень религиозный и верующий человек по своему характеру, и он начинает уже более такую активную политику христианизации на данной территории. Он вводит несколько ограничений для нерусских дворян и мурс, в частности, на данной территории. Кроме того, он приказывает еще в указе от 1591 года уничтожить практически все мечети на территории Среднего Поволжья, что тоже было довольно-таки... носило такое негативное последствие для ситуации вообще религиозной на территории Среднего Поволжья. В период смуты эта этнокомфессиональная политика постепенно сокращается в связи с внутренними расприями в стране. Чувашский народ, как и другие народцы, принимают активное участие в крестьянских восстаниях, впоследствии также участвуют и в ополчениях, изгоняют впоследствии составе этого ополчения поляков из Москвы, устанавливается более или менее мир на территории Московского царства. На протяжении всего XVII века, по неизвестной причине, на мой взгляд, это было связано с тем, что Российское государство ввело активные русско-польские войны, заниматься этнокомфессиональной политикой было, как сказать, не хватало времени у Российского государства для этого, и поэтому вводились постепенно-постепенно различные ограничения, также вводились льготы для тех же самых нерусских народностей при принятии православия, но в какой-то активной политике это не переросло. Кардинальным образом ситуация меняется в начале XVIII века, когда к власти приходит Петр I Алексеевич. Петр I, он один из, конечно, наших известнейших правителей, царь-реформатор, который значительно модернизировал наше государство, и, несомненно, для модернизации этого государства ему требовались, конечно же, и средства, в связи с чем он обращает свое внимание на различные территории нашей страны, в том числе и на территорию Среднего Пау уже, на тот момент на территорию Казанской губернии. Кроме того, одной из главных идей Петра была идея о регулярном государстве, согласно которой вся страна, на тот момент еще, конечно же, Российское царство, не Российская империя, должна была стать некой машиной, которая должна работать сама по себе, должна работать слаженно, Петр должен быть контролером этой машины и ликвидировать различные как раз-таки проблемы или недостатки, поломки. Но чтобы эта машина работала довольно-таки исправно, необходимо было, чтобы все детали были отточены. А если у нас огромное количество вот этих вот деталей новых и довольно-таки интересных, в плане вот этих нерусских народностей, проще было бы их, конечно, свести в одну деталь, то есть их всех христианизировать, перевести в православие и всем им дать как раз-таки русский язык, чтобы с ним было легче взаимодействовать. Вот как раз согласно этим идеям, ну и в историографии, конечно же, в религиозной, это связывает с тем, что нерусские народы, они жили на тот момент довольно-таки в ужасном состоянии, необходимо было им показать идеи православия, что это истинная все-таки вера, и нужно было распространить вот эту вот православную идеологию, православную идею среди этих нерусских народов. Начиная Петр активно совет на конфессиональную политику, еще в 1707 году, по его указу в Казанской губернии, в частности, в Казани создаются так называемые новокрещенские школы. Что это такое? Мальчиков, в частности, из различных нерусских селений, из чувашских, черемицких, из мордовских, даже из татарских, насильственно забирали в Казань, священники переезжали из селения в селение, искали таких как раз-таки ребят, впоследствии помещали в эти школы, там они проходили русский язык, русскую грамматику, также обучались различным молитвам, но примерно несколько лет, примерно года 3-4, такая новокрещенская школа существовала в Казани. Впоследствии Петр, так же, как и его отец Алексей Михайлович, начинает водить несколько льгот, так же ограничений. Один из главных таких указов, это указ от 1720 года, когда Петр вводит льготы для новокрещен, то есть людей, которые приняли православие, также их в историографии иногда именуют неофитами. Он вводит как раз-таки эти льготы, трехгодичные для новокрещенных людей, трехгодичные налоговые льготы. В 1722 году снова льготы, послабления. Если ты парень и ты принимаешь православие, переходишь из язычества или из ислама в православие, тебе даются льготы на рекрутскую повинность. Тебя не забирают в рекруты, кроме того, выплачивают еще и 1 рубль, порядка 30-50 копеек, тоже довольно-таки на тот момент солидная сумма. Выдают иконы, одежды. Если ты женишься, то тебя снимают вот эти повинечные пошлины, то есть ты практически налогов не платишь. Опять же, льготы довольно-таки хорошо. И вся вот эта вот меролюбивая политика в отношении как раз-таки преимущественно чувашского народа, она протекала так на протяжении 1720-х годов. В 1728 году выходит довольно-таки интересный указ. Вроде бы период правления Петра II идут внутренние, опять же, распри, дворцовые перевороты. Вся политика, она сосредоточена именно там, в Петербурге. На страну практически никто не обращает внимания. Но выходит указ, подтверждающий одну из статей, Соборное уложение 1649 года. Согласно этому указу, человек, занимающийся распространением язычества среди православных людей, а также активно переводящих их из православия обратного язычества или же из православия обратного слона, он подвергается смертной казни, а именно сожжению. Такая статья действительно присутствовала в Соборном уложении, ее вновь подтвердили. Неизвестно до сих пор, по какой причине это подтверждение этой статьи случилось в 1728 году. С приходом к власти Анны Иоанновны ситуация вновь набирает обороты. В 1730 году она, опять же, подтверждает эти льготы, введенные еще Петром Первым. Но была одна проблема. Мы упомянули, что когда неофит, собственно, принимал православие, ему еще выплачивали деньги. Это 1 рубль 30-50 копеек. Но денег в канадскую губернию и в местную епархию, к сожалению, не поступало. В результате многие инородцы останутся, естественно, без денег, несмотря на то, что они приняли православие. Что, конечно же, вызывало довольно-таки такую негативную оценку среди местного населения. И Анна Иоанновна, она понимает, что, в частности, ее правительство понимает, что нужно все-таки решать как-то эту проблему с этим регионом, довольно-таки сложным по своему характеру. И они принимают решение создать специальный орган, который будет заниматься распространением православия на данной территории. Этим органом стала, первоначально ее называли, комиссия новокрещенских дел, впоследствии контора новокрещенских дел в 1731 году. Согласно первоначальному уставу, первоначальному положению этого органа, священники должны были переезжать из селения в селение, общаться с местными как раз-таки крестьянами, рассказывать им об идеях православия и переводить их, собственно, в истинную веру. Но в связи с тем, что финансирование этой программы практически никакого не получило, тоже по неизвестным причинам, деньги они практически не поступали. Поступали, конечно же, но в таком очень мелком количестве, не хватало ее для тотального распространения православия. В 1730-х годах эта политика, она постепенно-постепенно угасает, вплоть до 1740-го года, когда еще последний как раз-таки год правления Анны Иоанновны, контора новокрещенских дел, или же, как ее в историографии зачастую именуют, новокрещенская контора, получает свой, точнее, новый устав. Устав довольно-таки большой, там огромное количество пунктов. Но вот один из главных пунктов, это опять же подтверждение того, что священник должен переезжать из одного селения в другой, необходимо тоже было распространять, но отныне он должен этим заниматься не один, не самостоятельно, а при помощи конвоя солдат. Кроме того, повышалось финансирование данного органа. Необходимо было, кстати, отныне приходить в Свиярск, в частности, в Свиярске располагалась эта новокрещенская контора, необходимо было туда приходить и писать заявление о том, что ты собираешься переходить к православию. Естественно, это было тоже довольно-таки затруднительно, потому что у нас инородцы на тот момент были довольно-таки безграмотными людьми. Да, татары, конечно же, обладали довольно высоким уровнем грамотности, но они не знали русский язык в основном в своей массе, поэтому писать такие заявления тоже было довольно-таки тяжело. Ну и, собственно, началась эта политика крестьянизации вновь довольно-таки активна. Вот по этим слайдам вы можете понять, каким образом, собственно, проходила эта политика. Крестьяне многие, естественно, не понимали, что вообще происходит в этот момент, естественно, не понимали, что они стали православными. Им, конечно же, раздавали кресты, раздавали иконы, но они не понимали, что это такое, что с этим нужно делать. Некоторые выражали сопротивление, например, присутствует в источниках сведения о том, что один из как раз таких-таких чувашских крестьян, в момент, когда конвой солдат со священником приехал в их деревню и погнал их к ближайшему водоему, взял с собой свой топор, подошел к ближайшему бревну, передал солдату и сказал, что руби мне голову, но я не буду переходить в это православие, но опять же, это чувашское такое историческое предание, точным подтверждением мы найти не сможем. Некоторые пытались как-то целесообразно и довольно-таки официально отказываться от перехода в православие, писали даже петиции в середине 40-х годов, в 1740-х годах такие факты присутствовали, когда писали петиции императрицы Елизаветы Петровны, даже ездили в Москву, отправляли их, но, к сожалению, их там всех разгоняли и должного ответа они так и не получили. Некоторые крестьяне действительно соглашались, естественно, это было связано с тем, что священник более мирно и добровольно относился к этому принятию православия, то есть рассказывал им, пытался на их языке объяснить основы данной религии, и постепенно-постепенно они все же принимали это православие. Другим элементом политики христианизации этого периода стоит считать переселенческую политику. Если мы с вами возьмем, допустим, одно селение и поделим его пополам, одна половина она приняла православие, вторая половина такая стала их язычниками, то язычники, согласно указам и законам того времени, брали на себя все налоговые обязательства вот этой новокрещенской части, кроме того, они могли их уговаривать обратно вернуться в язычество. Естественно, государство понимало, что это большая такая угроза, что могут возникнуть либо восстания, либо, опять же, обратный переход в язычество, поэтому было принято решение переселять этих новокрещеных в новые селения, в новые деревни, в связи с этим возникло огромное количество новых новокрещенских деревень, которые у нас существуют в Татарстане, в частности, и по сей день. Но некоторые проводили собственную переселенческую политику, в кавычках, конечно же, они понимали, что если до ближайшей деревни уже дошли, то, скорее всего, дадут и до нас, тоже начнут вот эту всю насильственную христианизацию, опять же, даже не насильственную, а просто эту христианизацию добровольную. И они просто спасались бегством. Вот в 1740-50-е годы они отмечаются массовой миграцией инородческого населения в более восточные регионы нашей страны, в частности, Чуаши бежали активно в Закамье, это как раз тоже одна из территорий, один из районов нынешнего Татарстана, крупных районов, также в Башкирию. И сейчас там можно найти такие деревни, в частности, сугубо языческие, еще с древними верованиями, и вокруг которых находятся, например, татарские деревни, башкирские деревни, они стоят таким анклавом именно Чувашской деревни и сохраняют собственные традиции, собственные верования. Естественно, эта христианизация, как вы понимаете, она была довольно-таки формальной, потому что, если мы вернемся к тому же случаю, вот здесь, который на слайде представлен, когда их загоняли просто в озеро и переводили в православие, не объясняя им основы этого верования, они, естественно, сказывались и были определенные результаты. Возникало так называемое народное православие, когда священники заставляли местное население исполнять различные таинства, обряды, требы, но население, в частности, Чуваши, не понимали, в чем смысл вообще этих обрядов, этих таинств, и возникал некий такой коллапс, некий такой сумбур. Например, Чувашам раздавали активные иконы, и другим инородцам после принятия православия они эти иконы ставили в красный угол, но они не понимали, в чем смысл этих икон. Как мы знаем, у Чуваши несколько богов, большой такой пантеон богов. Да, конечно, некоторые исследователи отмечают, что, возможно, они монотеистичны, потому что у них есть верховный бог, так называемые туры, но если мы более углубимся в эту тему, мы увидим, что у них огромное количество других мелких башков также присутствует. Так что их можно назвать таким политоистическим народом. И для них, собственно, эти иконы, они были идолами различных божеств. Тот же самый, например, Христос у них был главный тура, если у них там Николай Чудотворца и икона стоит, это Николай тура, то есть у них разные как раз-таки туры, разные боги, по их мнению, присутствовали. То есть это не один бог, а просто разные башки, и они спрашивали, кому из них нужно молиться, чтобы улучшить там состояние собственного хозяйства, чтобы погода была получше или прочее. Другие же считали, что иконы это некие связующие мостки между их домами и священником, и при помощи икон можно общаться даже со священником, поэтому они молились на эти иконы, говорили какие-то определенные слова, думали, что священник их услышит. Другие, например, не хотели, чтобы священник их видел, и поэтому отворачивали иконы лицом к стене, вырезали им глаза, думали, что священник подсматривает даже за ними через это. Ну и что и говорить, для них уже в середине XIX века иконы стали некими такими красочными картинками. Кроме того, некоторые, так сказать, результаты можно видеть еще и в топонимике этих селений. Например, то озеро или та река, в которой, собственно, и приходило это крещение, в котором они приняли, так сказать, православие, оно у них стало называться русским. То есть русская река, русское озеро или там русский лес и прочее. То есть это было связано как раз-таки с этими священниками. Но, опять же, говорю, были такие миролюбивые, мирные принятия православия, когда чуваши становились более-менее христианами. Но, опять же, конечно, сохраняли некие такие элементы собственной народной культуры. Например, вот тот же самый Иван Яковлевич в своих воспоминаниях пишет, что у них в селении Кошкиного-Тюмбаева, это нынешний Тетюжский район Республики Тарстан, был такой обряд, что когда они совершали поминки по тем или иным датам в календаре, они ставили свечи в стену, зажженные свечи. Это так они поминали как раз-таки своих родственников. При этом ставили еще и некоторые свечи за умерших в дороге, неизвестных людей или за людей, у которых не осталось родственников, за кем некому помолиться. Вот, и тоже такой некий элемент народного православия все же присутствует. Вся эта ситуация довольно-таки спорная по своему характеру, но все же привела к определенным численным количественным результатам. В период с 1740 по 1764 годы в православие перешло более 200 тысяч представителей чувашского населения. Это огромная колоссальная цифра, в то время как в период правления Петра Первого и Анны Иоанновны эта цифра достигала порядка 200-500 человек, а здесь целых 200 тысяч. Но опять же мы понимаем, что нужно держать в уме, что эти чуваши не до конца поняли, в чем смысл их православия, в чем смысл их религии новой. Вся эта сумбурная ситуация продолжалась вплоть до 1764 года, до, так сказать, периода правления Екатерины Второй Алексеевны, Екатерины Второй Великой. Она понимает, что вся эта ситуация зашла в тупик, что случается огромное количество восстаний, что местному населению не нравится подобная политика христианизации. Поэтому она в 64 году принимает решение закрыть новую крещенскую контору, и постепенно-постепенно эта политика христианизации начинает спадать. Но она, конечно же, понимает, что оставлять этот регион просто так нельзя, что он тоже довольно-таки важный для российского государства и для Российской империи. Поэтому она принимает решение уже более мирно распространять православие на данной территории. В связи с этим в 1780-х годах под руководством местного казанского священника Вениамина Пуцака Григоровича выходит новая работа, она называется «Сочинение, принадлежащее грамматике чувашского языка». Тоже довольно важный труд в истории чувашского народа. Он ярко показывает, что государство было заинтересовано в данной группе населения. Она стремилась его изучать, понять, что это взаимород, как можно с ним взаимодействовать. Вот Пуцак Григорович был редактором как раз данной работы. В этой работе мы можем найти несколько элементов грамматики чувашского языка. Он выделил, например, в чувашском языке пять падежей, два числа, естественно, роды, к сожалению, как и в других тюркских языках, они отсутствовали. В этой же работе мы можем найти и примерный словарь некоторых чувашских слов. Что интересно, в этом словаре отсутствует слово «картошка». Сейчас, конечно же, в чувашском языке оно присутствует, но на тот момент оно отсутствовало, что ярко показывает, что чуваши не занимались выращиванием данного овоща, либо он просто не был у них распространен. И этот труд, он стал одним из основополагающих учебников для, вообще, чувашских просветителей и для священников на путь до середины XIX века. Подобная же ситуация продолжалась путь до начала XIX века. В период правления Александра I в 1802-3 годах местная казанская епархия принимает решение перевести все же некоторые молитвы, некоторые катехизисы, конечно же, и другие священные писания на родные для инородцев языки. Вышло это все порядка каждый из языков, каждый из переводов примерно в 2000 экземпляров. Конечно же, число небольшое, но, опять же, возникала проблема, потому что эти переводы были сделаны довольно-таки плохо. Возможно, переводчики не пользовались вот этими сочинениями, как раз-таки по чувашскому языку, выпущенные Ипутским Глеберовичем, потому что у каждого из инородческих языков есть собственные особенности, нельзя переводить с русского на их родной язык при помощи русской грамматики. Тогда смысл меняется, некоторые слова не переводятся, что тоже довольно-таки тяжело воспринимать для самих инородцев. Вы выпустили эту работу, но, к сожалению, не получилось своего, так сказать, должного одобрения, должного результата. В 1810-х, 20-х годах вновь была попытка пересмотра этой политики христианизации. Вновь попытались выпустить несколько работ, но, опять же, не получили должного распространения, опять же, из-за этой языковой проблемы. Но 19-й век у нас связан не только с языковой проблемой, государство обнаружило еще и новую проблему. Чуваши, черемисы, мордва, а именно язычники начали активно ототариваться и переходить уже в ислам, мусульманство. Это было связано с тем, что священники, именно мусульманские, именно мулы, они понимали, что эти инородцы сейчас находятся в таком шатком положении, их мировоззрение сломано, им говорят об отрицании прежних религий, новые религии толком не объясняют, поэтому они находятся в таком шатком положении. И этим положением можно воспользоваться. Они начинают активную миссионерскую кампанию ислама в этой территории. На этой территории начинают активно привлекать, переходят целые деревни даже в ислам, принимают ислам примерно в 1830-х годах. Государство это понимает, пытается как-то использовать прежние методы, в частности, в период правления Николая I возобновляется переселенческая политика, опять же, переселяют новокрещенных на другие территории, но новокрещенные отказываются, возникает сопротивление. Государство понимает, что это довольно ошибочный метод, поэтому вновь от него отказывается. Постепенно данная ситуация продолжается вплоть до 2860-х годов, когда, так сказать, на арену этого христианского просвещения отечественного уходит Николай Иванович Эльминский, один из известнейших просветителей российских, именно в среде инороческого населения. Он сам сын священника, учился в семинарии, впоследствии в Духовной Академии, преподавал там недолгое время, совершил огромное количество экспедиции по зарубежным территориям, изучал миссионерские компании, миссионерский опыт этих стран. Впоследствии, по возвращении обратно, начал работать на миссионерском отделении Казанской Духовной Академии, здание, которое до сих пор у нас располагается на улице Ершова. Но возникло некое у него сопротивление, некие конфликты с епархией, поэтому ему пришлось уйти из Казанской Духовной Академии. Он продолжает написание различных трудов. В частности, его руки принадлежит труд по кряшенскому алфавиту. Он активно занимался и кряшенским народом, и кряшенский народ до сих пор обязан во многом Николаю Ивановичу Ильминскому. Они читают и помнят эту личность. И под руководством Ильминского в 1864 году создается Центрально-Крещено-Татарская Учительская Школа. Тоже один из известнейших, так сказать, этапов и важных этапов в этногенезе кряшенского народа и в истории кряшенского народа. В чем суть вообще этой школы? Эта школа, она, по сути дела, ярко выразила идеи системы Николая Ивановича Ильминского. Тоже один из таких интереснейших терминов. В историографии встречается эта система Ильминского. В чем суть этой системы? Николай Иванович, он предлагал, он видел опыт предыдущей, как раз, в христианизаторской политике. Он понимал, что там находится огромное количество ошибок, нужно эти ошибки ликвидировать. И что главной проблемой в христианизаторской политике является языковая проблема. Государство не понимает инородцев, инородцы не понимают государства. Нужно как-то решать эту проблему. И поэтому он предлагает, опять же, объяснять инородцам идеи православия на их родном языке. Приобщать их к русской, к европейской культуре. В этой центральной окрещенной татарской школе обучение велось следующим образом. Дети кряшены приезжают из различных деревень Казанской губернии сюда, в Казань. Обучаются в этой школе порядка 4-3 лет. Первые два года они учатся на кряшенском языке и в то же время изучают русский язык. Постепенно-постепенно их программа обучения переходит на русский язык. Тем самым они знают кряшенский язык, знают русский язык. То есть могут взаимодействовать как с правительством, как с государственными структурами, так и со своим народом. То есть они не забывают этого. В этом, по сути дела, является основная суть системы Николая Ильминского. Эта центральная окрещенная татарская школа получила одобрение у правительства, в частности у Министерства народного просвещения. Во второй половине 60-х годов XIX века в Казань приезжает министр народного просвещения Толстой. Он посещает в том числе и Казанский императорский университет. В актовом зале он прочитывает свою речь. Говорит, что действительно кряшенная татарская школа это один из выдающихся таких вот проектов местного населения. И что нужно поддерживать активно. Впоследствии центральная кряшенная татарская школа даже получает и финансирование от Министерства народного просвещения. Хотя изначально она позиционировала себя как частное учебное заведение. Николай Иванович берет дело просвещения в свои руки. В 68-м году он создает должность инспектора чувашских народных школ. Чувашские школы распространились практически по всей территории Казанской губернии. Но находились они в довольно ужасном состоянии. Опять же там не была принята система Эльминского. Опять же все обучение проходило на русском языке. Возникали конфликты. И нужно было следить за этими учебными заведениями, поддерживать их и развивать собственно просвещение. И первым инспектором народных чувашских школ стал Николай Иванович Златницкий. Тоже один из выдающихся просветителей чувашского народа. Помимо того, что он ездил, совершал свои поездки по различным деревням, наблюдал за школами, активно их финансировал, он еще и занимался активной издательской деятельностью. Под его руководством выходит одно из первых периодических изданий в истории чувашского народа. Это так называемые календари или же по-чувашски «Щелтовой кенеге». Что это, по сути дела, представляет собой? Это некий календарь, тот же календарь, что и у нас сейчас с вами присутствует в печатном виде. Но в этот календарь еще вставлены различные статьи, связанные с народным хозяйством, с лечением различных болезней, с описанием праздников и прочими различными сведениями, которые помогут повысить уровень знаний в среде чувашского народа. Недолгое время, правда, это все существовало. Постепенно-постепенно это все впоследствии закрылось в связи с нехваткой финансирования. Золотницкого на этом посту сменяет впоследствии Иван Яковлевич Яковлев. Про него мы с вами уже говорили, один из виднейших чувашских просветителей, так называемый отец чувашского народа, его даже некоторые называют. И вот он полноценно берет в свои руки заведование чувашскими школами и активно их всех финансирует. Николай Иванович также не оставляет дело просвещения. В 1870 году в марте выходит новое положение о мерах по образованию населяющих России и народцев. Именно этот указ, опубликованный в сборнике постановлений Министерства народного просвещения, и стал отправной точкой для тотальной реализации системы Николая Ивановича Ильминского. Но, интересно, стоит отметить, что в этом положении присутствует еще и следующий пункт. Согласно идее Николая Ивановича, необходимо было создать еще и национальные учительские кадры. То есть должен существовать человек, который будет работать в этой школе, который будет знать как русский язык, так и язык и народцев. Но лучше всего такие учительские кадры, конечно же, подготовить из самой среды и народцев, то есть их обучить русскому языку, и они будут идеально знать еще и свой родной язык. В связи с этим Николай Иванович понимает, что нужно создать такие учительские кадры, и в 1871-72 годах в Казани, на берегу озера Кабан, создается Казанское учительское семинарие, которое будет работать вплоть до революции. Она занималась подготовкой национальных кадров, в ней обучались крестьянские дети из чувашских, татарских, мордовских, черемицких селений. Проходили они там курс 4 года, был еще и подготовительный факультет, на котором они познавали азы русского языка. Впоследствии они уже переходили более-менее на русский язык, не забывая и свой родной. Что еще важно отметить, в учебной программе этого заведения, в учебном плане, был еще и отдельный предмет, так называемая технология, которую у нас сейчас тоже школа довольно-таки распространена. Почему Николай Иванович вводит вообще этот предмет? Это связано с тем, что учитель, то же самое чувашский учитель, окончив эту семинарию, он переезжает, естественно, в деревню, начинает там преподавать. Преподает он среди детей, но он же, конечно, и находится в общественной среде, то есть его окружают еще и местные жители, и с ними тоже необходимо взаимодействовать. Взаимодействовать почему важно? Важно потому, что местное население до сих пор негативно относится к школам. Они еще помнят опыт новокрещенских школ, помнят опыт школ начала 19 века, вот с этими насильственными изъятиями детей в школу, с тотальной безграмотностью и прочее. То есть это все вызывало огромное количество конфликтов, поэтому местное население довольно негативно относилось к этим образовательным учреждениям. А здесь учитель, который, причем говорит еще и на родном для них языке, может им помочь в ремонте тех же сельскохозяйственных инструментов, в лечении, или же рассказать им о том, что происходит в стране и в мире на данный момент, а они действительно этим проблемами интересовались. И тем самым он наладит контакт с местным населением. Вот поэтому Николай Иванович вводит предмет технологии в учебный план семинарии. На первом курсе они проходили переплетные дела, впоследствии переходили уже к токарному, столярному делу и впоследствии совершенствовали свои навыки. Похожую же систему берет Иван Яковлевич Яковлев в своей Симбирской центральной Чувашской учительской школе, которая тоже являлась главным таким центром, образовательным центром для Чувашского народа в Российской империи. В Казанской губернии этим центром была учительская семинария Минского, а во всей России это центральная Чувашская учительская школа. Там также они изучали Чувашский язык, также русский язык, другие различные предметы, географию, историю, закон божий. Но по закону божьему у Ивана Яковлевича был больше упор, у него больше часов выделялось, собственно, на данный предмет. И тоже была, конечно же, технология. По окончании этой школы, по окончании семинарии у нас появляются новые учительские кадры, национальные учительские кадры, которые мы можем назвать Чувашской национальной интеллигенцией. Это первый тип интеллигенции в истории Чувашского народа, довольно важный этап в его этногенезе. Чуваши, Чувашские учителя по окончании семинарии переезжали, как мы уже говорили, в эти селения, и на них сваливался огромный груз ответственности. Почему? Во-первых, если ты учитель в сельской школе, то ты, тебя можно назвать, конечно же, и директором этой школы. Ты должен полностью следить за ее содержанием. Ты должен закупать дрова, чтобы зимой отапливать эту школу. Естественно, здание ремонтировать, потому что оно зачастую находилось в ужасном состоянии. Нанимать того же дворника, охранника, покупать и здания, заказывать их. Очень много писем в архиве Эльминского отложилось, что учителя просят бесплатно вообще прислать им эти книги, потому что не хватает средств для их покупки. И, конечно же, вот что касается еще и помещений, не все учителя приезжали уже в готовые новые школы, потому что, на нашем представлении, сейчас деревенская школа, это, скорее всего, какое-то одноэтажное деревянное здание, либо же двухэтажное здание. В котором много-много классов. На тот момент деревенская школа, это могла быть и вообще крупная какая-нибудь изба в селении. И эта изба могла еще делиться пополам, потому что эту избу подарил для школы какой-нибудь богатый крестьянин. И в одной половине он живет сам со своими детьми, а в другой половине как раз учатся детишки, приходят сюда на учебу. И, естественно, все находится тоже довольно-таки в ужасном состоянии. Учиться в таком каких-то условиях тоже довольно-таки тяжело. Заказывать эти переводы тоже довольно такое проблематичное дело, денег не хватает, плюс все идет довольно-таки долго, а учить детей надо, исполнять свои получения и обязанности тоже надо. Плюс ко всему приезжает регулярный инспектор, тоже проверяет состояние вашей школы, тоже огромное количество различных дел. Плюс ко всему у вас еще есть собственная семья, ее нужно прокармливать, нужно кормить, получать жалования. Тоже огромное количество различных дел. И, конечно же, нужно, как мы уже говорили, взаимодействовать с местным населением. Как мы уже сказали, этот чувашский учитель мог и помогать в ремонте различных сейскохозяйственных инструментов. Что интересно, он их активно еще приглашал на различные народные чтения, публичные чтения. Когда местное население приходило к нему в гости или же в школу, садились они вместе, и учитель на родном для инородцев языке прочитывал различные отрывки из Библии, священного писания или же из каких-либо книг. И они впоследствии это вместе обсуждали, он им растолковывал те или иные особенности, что тоже было довольно интересно. Особенно любимым было для местного населения использование так называемого волшебного фонаря. Что же это такое? Волшебный фонарь это что-то по типу современного проектора. То есть это просто коробочка, есть специальные такие слайды, из специального как раз-таки материала изготовленная, ставилась свечка, и воспроизводились эти слайды на стене, чтобы тоже было таким новшеством для местного населения, которые видели картинки максимум на иконах, либо на картинах, а здесь на огромном как раз-таки полотне это все воспроизводится, тоже их активно, так сказать, завлекало. И местному населению Чувашим это очень нравилось. В нескольких статистических сборниках начала XX века отмечается, что многие чувашские крестьяне активно покупают различные русские издания, те же самые журналы, газеты, интересуются жизнью в стране. Во многом они, конечно же, покупали различные духовные издания, но еще их интересовали исторические различные вести. Говоря об их интересе, о процессах и явлениях, которые проходили в стране и в мире на тот момент, стоит упомянуть и издание первой вообще Чувашской газеты, которое носило имя Хабар. Хабар с Чувашкой переводится как «Весть». История этой газеты, она, конечно, больше связана с началом XX века, она не входит в наши хронологические рамки, но предыстория у нее есть еще в конце XIX века. В 1880-х годах один из местных таких чувашских активистов по фамилии Юркин, он принимает решение об издании Чувашской газеты, национальной газеты на чувашском языке. И у него вроде бы все получилось, он собрал необходимое количество бумаг, отправил заявление, прошение, точнее, в Министерство внутренних дел, в Министерство народного просвещения. Но Министерство не особо взаимодействует, конечно же, с Чувашским народом, решило бы поинтересоваться, а как вообще население воспримет все это, и стоит ли вообще публиковать такую газету. Как мы помним, в 80-е годы это период правления Александра Третьего, довольно реакционная политика проходила на тот момент. И они отправляют запрос Ивана Яковлевича Яковлеву, одну из главных представителей чувашского народа в этой имперской государственной структуре. Отправляют ему запрос, на что Яковлев отвечает, что чувашский народ на данный момент в газете не нуждается. И поэтому газету ликвидируют, и Юркин полностью теряет собственный проект. Лишь в 1906 году на волне вот этих революционных потрясений, революции 1905 года, активизации политической практически всех своего населения нашей страны, выходит новая чувашская газета «Хабар», которая также помогала чувашим просвещаться, рассказывала им о тех или иных войнах, о реформах, о состоянии и учительского дела в том числе, и, например, о том, как выращивать или иные фрукты и овощи, причем как их выращивать не только в России, но и за рубежом, то есть чуваши узнавали, как выращивают те же самые овощи в Великобритании или же в США, и тоже активно все это читали и очень интересовались, и довольно благоприятно относились к этой газете. И, конечно же, нужно перейти, несомненно, к выводам. Весь этот объем информации, которую мы с вами сегодня рассмотрели, довольно-таки большой, это два столетия, случилось огромное количество различных событий, протекало огромное количество много различных процессов. Все это нужно было, конечно же, аккумулировать, нужно это, конечно же, привести к определенным выводам. Выводы у нас следующие. В чем вообще причина активизации этнокрофессиональной политики российского правительства? Вообще, в чем причина этой христианизации, активизации христианизации в различные периоды нашей истории? Потому что, если вы заметили, то у нас вся эта христианизация, она идет некими волнами. То есть, в период Ивана IV мы находимся внизу, постепенно-постепенно все нарастает вплоть до середины XVIII века. В XVIII веке, в середине, в период Новокреченской конторе, мы достигаем пика. Впоследствии, после ликвидации в 1964 году, мы опять идем на спад. Спад идет, идет, идет. Впоследствии все это поднимается к системе Николая Ивановича Эльминского. И опять же, мы достигаем пика. И на этом пике мы примерно держимся, естественно, с некоторыми перепадами вплоть до революции, уже вплоть до тотального распространения грамотности уже в советские годы. В чем же причина вот этих постоянных волн, вот этих постоянных всплесков? А причина в том, что государство, естественно, нуждалось в значительном количестве человеческих ресурсов. Как в период правления Петра I, как в период правления Елизаветы Петровны, когда империи необходимо было прочно вставать на ноги, необходимо было мобилизовать собственные ресурсы, необходимо было, конечно, собирать ресурсы с различных регионов. Мы, конечно же, об этом с вами тоже говорили. И похожая же ситуация была и в середине XIX века, когда после поражения Российской империи в Крымской войне в 1856 году странно находилась в диком упадке, опять же начинается вновь модернизация, опять же необходимо полностью реформировать всю внутреннюю структуру. Именно этими проблемами и занимается правительство Александра II. И вся вот эта интеграция, вся эта модернизация и взаимодействие с нерусским народом было довольно-таки затруднено, в том числе и с чувашским народом. И главная проблема, конечно же, была языковая. Мы с вами про это тоже говорили. То, что обе стороны не понимали друг друга, из-за этого вытекали различные конфликты и неприятные ситуации. И решением спустя порядка даже более 250 лет, решением всей этой проблемы стала система Николая Ивановича Эльминского, которая помогла решить эту языковую проблему. Она внедрила в среду инороческого населения двуязычных, так сказать, агентов, этих учителей национальных, которые знали и русский, инороческие языки и могли связывать местное население с государственными структурами. Но принятие этой системы, а возникновение чувашской интеллигенции, она тоже привела к некоторому ряду проблем, потому что через эту чувашскую интеллигенцию, ну, конечно же, проблем для российского государства, для российского правительства, потому что через эту чувашскую интеллигенцию, которая впоследствии в начале 20 века активно политизировалась, потому что это ведущие умы нации, на них активно воздействовали различные партии, в том числе, в частности, партия социалистов-революционеров, которые получили большое одобрение в среде чувашского народа. Постепенно политизация чувашской интеллигенции политизировала и всю чувашскую нацию, но, естественно, привела еще и к единению чувашской нации. Все это впоследствии привело к различным революционным процессам, с которыми у нас связано уже начало 20 века, но эта тема у нас требует уже дальнейшего отдельного исследования. На этом я хотел бы закончить. Спасибо вам большое за внимание.